Алексей Поздеев с момента своего домашнего ареста не передавал полномочия по управлению администрацией Усильмского района кому-либо. Интересный факт, законность которого теперь, видимо, проверят правоохранительные органы. Озвучил его первый заместитель на встрече с бизнес-сообществом. Те пожаловались Николаю Каневу, что из-за домашнего ареста первого лица тормозится подписание муниципальных договоров. Канев ответил, мол, руки по этому вопросу у него связаны. Право подписи имеет только Алексей Поздеев, а он со 2 октября в отпуске, длительность которого 80 дней. Примечательно, что в этой ситуации то, что задержан руководитель муниципалитета на следующий день, 3 октября. Получается, он либо знал о готовящемся задержании, либо подписал заявление об отпуске задним числом. 2 октября, который станет сюда, мы будем просматривать дальнейшие его судьбы. Отпустят по подписку, по домашнему аресту, но я не знаю, что он будет дать. А так, как он с работы не уволен, находятся в отпуске документы, которые без его визы я не решаюсь. Сейчас Алексей Поздеев в своей сыктывкарской квартире на домашнем аресте. Суд ограничил его мобильность до 2 декабря. Напомним, следователи подразвивают его в мошенничестве, а также в присвоении и растрате на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. В списке вскрытых махинаций, внесение ложных сведений при строительстве детского сада в местечке Коровий Ручей, а также обнаруженное хищение средств во время ремонта дорог общего пользования. Это два уголовных дела. Санкции статей, по которым ему предъявлено обвинение, предусматривают до 10 лет лишения свободы.